шалом друзья я израиль парибский раввин блогера семейный консультант продолжаем отношения мужчины женщины мы сказали биологически обусловлено наличие двух полов зачем дело в том для потомства нужны два действия первое нужно добыть продукты второе их нужно сохранить все просто проблемка один организм с двумя задачами не будет справляться так эффективно поэтому природа разделила все на два организма самцы и самки самцы бегают добывают самки сидят охраняют наверняка вы слышали мужчина добытчик женщина хранительница домашнего очага это именно из этих биологических ролей и выходит поэтому мужчины женщины по-разному устроены биологически у мужчин в теле больше мышц у женщин больше процент жира почему мышцы нужны чтобы бегать добывать приносить а жир это как раз те самые сохраненные питательные вещества потому что в этом и есть ее задача сидеть и сохранять все понятно и логично теперь мышление вот это важно мышление мужское и женское также отличается потому что мышление это не просто так сидеть и размышлять мышление нужно для решения задач а поскольку у мужчин и женщины разные задачи биологически у них и мышление построена по-разному мужчины под его задачи у женщины под ее задачи всего состоит мышление есть всего три компонента первое это сбор данных второе это обработка этих данных и вот отношение между сбором данных и обработкой данных это и есть познание первое мы назовем эрудиция да это сбор данных второе назовем анализ это обработка данных и отношение между ними мы назовем словом познание познание это узнавать новое и понимать это все максимально просто на иверите это Это называется хохма-бина-идат. Хохма-бина-дат. Теперь интересно. Соединение мужчины и женщины, на языке Торы называется познанием. Не случайно. Как написано, познал Адам жену-сурухаву. Потому что это мужская составляющая плюс женская составляющая. Вместе это познание. Итак, мужчина, он добывает новые знания. Так он решает проблемы. Когда мы сталкиваемся с проблемами, есть мужской способ мышления и решения проблем. Есть женский. Как мужчина реагирует на опасность? Самая мужская реакция на опасность это убегать. Мужчина, настоящий мужик, когда встречает опасность, всегда убегает. Потому что мужчина реагирует активно. Если здесь плохо, он бежит туда, где хорошо. Это по-мужски. Ставь лайк, если настоящий мужик. Как женщины реагируют на опасность? Они ничего не терпят. Потому что это ее задача женщины. Мужчины задача убежать. У женщины, если здесь не кормят, пойти, где кормят. И принести желательно еще домой. То, что удастся раздобыть. У женщины задача сидеть и охранять, терпеть. Поэтому женщины более терпеливые. Мужчины более активные. Конечно, мужчины умеют терпеть. Женщины умеют тоже способны на активные действия. То есть, в каждом мужчине сидит маленькая женщина. И в каждой женщине сидит маленький мужчина. Вопрос, что преобладает. Но в нас, во всех, есть и мужская, и женская сторона. За счет этого мы можем думать. Именно поэтому у всех животных два полушария. Зачем нам нужны два полушария? Вы никогда не задумывались в мозгу? Это же биологически обусловлено. Дело в том, что одно полушарие больше заточено на новые задачи. На поиски новых решений. Оно более творческое. А второе полушарие, оно более заточено на что-то знакомое. На оттачивание навыков. То есть, у нас получается, что в голове мышление состоит из двух противоположных взглядов. Как бы мужской и женский взгляд. У каждого из нас в голове создает мышление. Потому что человек с одним полушарием, он был бы неполноценным, он был бы не объективным. Также мужчина без женщины и женщина без мужчины, они не объективны. Только вместе они создают эффективность. Женщины, написано, сказали мудрецы, что в Талмуде, говорится, у них есть бина и тера, у них есть излишний анализ. Чем женщины занимаются? Они, то, что у них есть, небольшие какие-то данные, они начинают их думать, передумывать, переобдумывать. Иногда что-то такое себе надумают. Ты какое-то слово маленькое сказал, а она уже себе надумала, что ты имел в виду, ты ее не любишь, все, она обиделась. Иногда лишнее надумают. То есть, нужен мужчина, чтобы ее уравновешивать. То же самое мужчина. Мужчина может много-много-много-много напридумать, но что с ним делать, непонятно. Так в науке устроено. Мужчины обычно открывают какие-то, делают новые открытия, а потом женщины сидят с этими новыми данными и доводят их до ума, чтобы их можно было применять. Именно вот это вот, то, что мы назвали единство противоположностей. Это вот объединение двух полицов, они создают объективную картину мира. Именно так мы можем, мужчины с женщинами, взаимодействие мы можем эффективно жить. Поэтому обязательно, если вы там женщины, ищите себе там быстрее мужчину. Если мужчины, находите себе женщину. И таким образом строите семью и эффективно живите. Следите за нашими публикациями, подписывайтесь и наслаждайтесь отношениями.